Девушки отдыхают Видела, как другим приносят цветы, как и других заботятся Завидовала, когда их забирали мужья А мне пришлось самой из роддома выписываться Мне хотелось бы, чтобы женщины не оказались в такой ситуации, как у меня Айслу рано лишилась родителей, воспитывалась у родственников За мужество, казалось, решила бы все ее проблемы Едва получив на руки отец от зрелости, она вышла замуж за местного имама С этого момента Айслу надела хиджаб и начала читать намаз Через три года муж бросил ее вместе с двумя детьми Женился на другой Эта история с Айслу повторилась еще дважды От трех мужей она родила четверых детей Двоих растет сама, двое живут с отцами Второй и третий мужья били и унижали Айслу А развод оформляли по мобильному телефону Трижды повторив магическое слово «талак» Я думаю, мусульманин же, все-таки отец Ладно, думаю, если сказал, что будет смотреть, пусть смотрит Алматы же более большой город, чем Чу Второй муж Айслу живет в Алматы В январе он приехал к Невчу и по светскому закону забрал ребенка на три месяца Когда женщина приехала за малышом, бывший муж не пустил ее даже на порог Через суд он добился опекунства Теперь Айслу боится, что тот масхаб, то есть направление шариата, которое выбрал отец, сделает ребенка исламским радикалом Он говорит, что надо установить халифат Не дай бог, конечно Но если ребенок будет там воспитываться, то уже понятно, каким он вырастет Вырастет и пойдет против государства С Ахмедом последним мужем Айслу свела знакомая женщина Уже на втором свидании провели свадебный обряд Нике Еще через три месяца наличенный прислал ей смс с одним словом в талак Он выгнал ее из дома, несмотря на то, что Айслу была в положении К примеру, если кто-нибудь приходил в гости, я вынуждена была сидеть в соседней комнате Муж никуда меня с собой не брал Я даже не знаю, чем он живет, о чем думает, чем занимается Я знаю, что у них есть своя община Айслу говорит, что прошла свои круги ада и уже ничего не боится Она открыто рассказывает о своей судьбе Ведь другие женщины-мусульманки с похожими историями молчат Известно, что в Алматы действует группа для тех, кто решил встать на путь истинный Опытные наставницы знакомят молодых девушек с правоверными мусульманами И даже проводят обряд бракосочетания Развестись такой женщиной еще проще Достаточно прислать на мобильный телефон сообщение со словом талак Устроить личную жизнь можно через социальные сети Знакомишься с подходящим верующим, даешь согласие на брак Но нет гарантии, что после брачной ночи новоиспеченный муж не прогонит благоверную прочь Я вижу сейчас потребность в создании центров, реабилитационных центров помощи Где должны находиться и социальные работники, и психологи Люди, которые могли бы помочь адаптироваться этим женщинам в жизнь Потому что рожденные дети, не всегда рожденные в роддомах А чаще рождаются они просто в каких-то там квартирах Почему они не рожают в роддомах? Для того, чтобы неверные не касались рук их детей и их самих И рождаются эти дети без документов Недавно в масс-медиа появилась информация о том, что девушек из исламских сект Отправляют в Сирию или Египет на джихад Аль-Никах Оказывать сексуальные услуги воюющим боевикам Живой товар напутствует так Погибните, исполнив долг, вам простят все грехи На таких сайтах, как Никах.ру или похожие по контенту в веб-ресурсах Частые гости – правоверные кавказцы Исламские свахи также советуют девушкам выходить замуж за арабов Развод после таких скоропостижных браков уже никого не удивляет В Саудовской Аравии в прошлом году было зафиксировано в день больше 80 расторжений брака В год около 35 тысяч В Казахстане брачные услуги оказывают даже верующим в местах лишения свободы Им находят невест, устраивают телефонные переговоры и тут же женят Женщины в хиджабах едут к своим мужьям-заключенным на встречи И годами ждут их на свободе Имама алматинской мечети Канагата Кажет и самого пугают такие тенденции В исламе развод – это грех А если пришло такое время, когда надо разводиться, потому что невозможно дальше терпеть То нельзя слово «талак» передавать по телефону или через третье лицо Нужно прийти самому и разводиться по законам шариата Бороду надо отращивать, когда придет возраст И для этого надо быть хотя бы имамом Более того, наши предки никогда так не укутывались в платки Они одевали закрытые платья, а платок повязывали сзади Так одевались только в цели гигиены А эти длинные хиджабы элементарно даже мешают работать Таких не берут на работу Алматинец Кадрхан-Саду работает в строительной компании У него жена и четверо детей Вырастить их и дать им хорошее образование – вот его цель и отцовский долг Он считает, придерживаться религиозных норм надо с учетом казахских традиций В исламе нет такого понятия, как унижать жену Женщин нельзя обижать Если он женился, он обязан заботиться о жене и детях Это мужской долг Чтобы как-то оградить молодых от чужих радикальных течений ислама родителям, прежде всего необходимо обращать внимание на воспитание детей, говорят психологи Если дети не слушаются родителей и творят то, что хотят, это в первую очередь говорит о том, что им не уделили должного внимания и любви По разным данным, только в Алматы насчитывается около 80 тысяч приверженцев радикального ислама, которые позволяют мусульманам такие временные браки Брошенные жены правоверных после развода не имеют прав ни на имущество, ни на детей Лишь единицы обращаются за помощью к психологам и правозащитникам О том, сколько женщин, таких как Айслу, сейчас пытаются вернуть своих детей, остается только догадываться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok